как вы уже поняли по названию этого видео время путешествий в одессу смотрите с кем я оля оля покажись это влог и мы уже в автобусе и мы уже скоро будем ехать и вот одесса мы приехали мы наконец-то брались наконец в одессе и пока что мы на чему-то на пищу мы с олей приехали выбирать елку и не знаем какого размера брать так чтобы ее еще доперли до дома как мы решим а потом будем все вместе это все украшать красиво ведь хочу тебя снять на тебя за венком не видно человек несет старается а я не помогаю ничем только снимаю погода просто обалденная думаю вам видно то солнце которое за нами мы очень тащимся с этого всего вот накупили уже украшений на 800 гривен не видела в киеве уже очень давно чтобы у нас были какие-то рынки с елками и для меня это было прям удивление что мы в детстве что то такое нашли вот 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 и вот вот и и добро пожаловать в самый лучший в лоб в мире в лоб в ладо а е сегодня мы тестируем самые лучшие пентвейные одессы а также просто наслаждаемся вечерним временем последних дней двух тысячи семнадцатого года оставайтесь на нашем канале и подписывайтесь жмите на колокольчик что это за блин выдавливание пылья какое-то ну пожалуйста ну скажите как вам гидвейн мы еще не попробовали ну попробуйте давай непрошенный фильммейкер он выливается уже правтык первый правтык пошел очень вкусно если бы не выливался еще смотри смотри там дэдпул говорит тебе хранить секрет а что ты расскажешь своим телезрителям в новогоднюю ночь скажу о том что нужно куда-то обязательно выезжать на эту установку особенно если вас задолбало и вы болеете два раза подряд а еще забыла сказать что если у вас есть хороший друг который бесплатно вы приютили на хате в Одессе уууу смотрите это же девушка того прекрасного молодого человека который всех приютил wy думал ааааааа пожелания своим подписчикам в новогоднюю ночь а это что было только что не пожелание нет я очень надеюсь что в 2018 году вы сможете исполнить все свои напланированные мечты и цели и что вы станете на шаг ближе к вашим супер супер запланированным цели ууу ууу и красиво улетели в небо я думала ты будешь снимать президента который а где президент ааа вы президент Да, у него есть доллар Это американский президент Можно попросить вас поздравления подписчиков Я не в президент Это хорошее поздравление от президента Самое лучшее Поздравление президента Только тебя не слышно Поздравление президента Дорогие подписчики Витя, это вся херня Давай по новой Давай Там плохой звук, поэтому я тебя буду озвучивать Дорогие подписчики Дорогие подписчики Привет Привет Сейчас уже 10 утра Но мы уже 2 часа как и не спим И сейчас мы собираемся идти на пляж И делать там супер классные фотографии Так что оставайтесь Вот мы возле моря Я хожу в свитшоте И мне даже очень ок Несмотря на то, что я после болезни Особо даже не холодно Я кайфую просто того, что я возле моря Русалочка пришла к своим берегам Класс! Сколько котов! У нас такой фон красивый. На самом деле мы маршрутки едем. Саша для рождения. Блин, быстрых сочетаемся. Красная шапка. Класс. Саша, скажи, что да? Я рад, что я сегодня тут и не верблюсь. Все трусится, я не могу каверон держать. Я могу буду держать. Мы решили поехать еще на другой пляж, на Лонжерон. А только что мы хотели на пляж возле нашего дома. Отведаем все пляжи за сегодня. Музыка Там он, дядя, из квартета И. Сейчас сколько часов? Где-то пять. Мы затарились совсем уже наконец-то. полностью. Осталось доукрашать всё. Поспать немножко. И всё. Можно праздновать. Ура! У нас сейчас 7 вечера, и мы в принципе уже вроде нарядили всё, что только можно было. Красили стол. Ребята ещё сейчас заканчивают делать еду. Я думаю, что стоит немножко прилечь отдохнуть, потому что всё-таки впереди насыщенная ночь. Я уже в преддверии, но хочу поднять в себе настроение просто тем, чтобы выспались немножко. Еле-еле собрались уже без 10 минут 12. Ну, короче, стол ещё наряжен, но людей нет. Люди, где вы? Где вы, люди? Доброжнение! Доброжнение! Ура! Мы протупили! Новый дом! Ура! У меня картошка, наверное, сгорела. Давай, давай! Починай, починай! Починай быстрее! Он начался, но не закончился, так что мы успели! У-у-у! У-у-у! На Одессу, короче, законы не распространяются, так понимаешь? Не распространяются, я предлагал купить салют. Капец. С Новым Годом! Актёрочка от Бога просто! Я уже всё! Позвали с листа группы к себе за стол Мы это терпели даже до рассвета Представляете себе, ребят, 7 утра Не спим, он уже светает Почти Но я уже хочу спать, меня уже морозит И все Всем хорошего нового года Доброе утро, 1 января Мы наконец-то все проснулись На самом деле проснулась где-то в час дня Но я вообще не помню, во сколько я легла спать Очень классная погода Просто нереальная Вообще, я прям тащусь Нет снега и светит солнце Что может быть лучше? Да? Советы бьюти-эксперта В общем, накрасила помадой Maybelline Superstay И она продержалась у меня не то что всю ночь Я не могла ее смыть Я проспала с ней И она, короче, утром еще была Я еще утром с ней позавтракала Я просто в шоке Ну я типа уже докрасила ее сверху Но это капец Реально Я таких помад еще в своей жизни не видела Сейчас мы направляемся снова на море На пляже и насрана, значит не насрана и все Гляньте на ней Я держал рюкзак, она села на рюкзак Ссяв в песку уже по шее Значит три дня живая на этом пляже Уважение, эстетика рухнула Мой мир рухнул на этом пляже Я просто ухожу Смотри, сколько людей в Одессе сейчас На Деревасовской Невозможно пройти Хотим где-то сесть, посидеть А вообще без шансов походу Если обычно в моих поездках ограничиваются какими-то гастротурами То в этот раз мы вообще никуда не ходили И вот первое место, куда мы выбрались Это Белый Кит Довольно-таки известная одесская кафешка Но я ни разу в ней не была И тут очень уютно, очень классно И очень вкусная часть бергамотом На секундочку Что ты нарушаешь? Так это же Одесса Тут все так холодно Короче, рассказываю движу Первый раз, как в Одессу приехал Для меня был шок Люди ходят, как джоли в улик летают Нереальный движ Подружание идет на распальцовки собак Тянет, там две собаки Тут мобила решает дела За корм походу добавляет Летит маршрутка, там машина Семься топлять Подруга налегке такая Чи там пора, типа Слышь, Бейк, типа Я иду, что ты там исполняешь? Все, ти притормозили Воно дальше, налегке такая нормально Другий чувачок ишел так от нам Алло, да, шо? Ага Тоже, тачки тормозят Мотик объезжает Ну, это жесть Еще не хватало, чтобы То есть якоря кидану в толпу, чисто разрядить обстановочку Лютий движ, лютий Блин, так классно то, что в Одессе На каждом шагу живая музыка Я знаю, что мой брат даже выступал Очень часто выступает в Одессе Тут буквально только отошли Тут уже другая игра Тут уже какой-то джаз Блин, обожаю, просто обожаю Тут тоже есть такая анимация на здании Как у нас на Захмиске Как прикольно, что мы попали И вообще даже не знаю Об этом все Как происходит? Как, как? Вы обещали меня научить? Да я вас уже День-другий, мы упорожали Что ты снимаешь? Что ты пошел сюда? Давай я расскажу Короче, рассказываю Значит, иду я с этими двума Приверженцами иудаизма Накрыла Накрыла синдром Пять минуты Я просто говорю слово не гикают Японама Провалился в Калюжу Короче, ребята жесткий накры!!!! ОГОО! Жесткий накрым Пошел Что получилось ... dressing У меня есть два варианта Або я вернулся И они грибами скинулись Або они скинули Сверху Какая верхняя сила Ну, я не могу коментировать в нормальную ситуацию Я знаю одно, что это попадало в 2018, день-другий, а упороться так, чтобы здоровая людина не увидела этого. Короче, судите сами. До встречи в наркодиспансере. Зараз я покажу вам другую, подпильную сторону життя блогеров, как они живут, відпочивают и выходят после жестких тусовок. Сегодня у нас в гостях Владислава Казачинщина. Честно говоря, я думала, что с просоней я выгляжу гораздо милее и лучше, но что поделаешь. На самом деле это не отходники, меня правда Саша разбудил, поэтому я вот так вот ужасно увидела. Но неважно, сейчас мы собираемся и будем снова куда-то ехать. Я особо не знаю куда, потому что не я все решаю. Скорее всего, что поедем на Аркадию сегодня. By the way, ребята, с которыми я жила в этой комнате, с собачкой, они сегодня уже съехали, поэтому теперь вся комната под моим распоряжением. Была как-то веселей, когда было больше людей. Ребят, как шаурма? Мы так любим шаурму в Одессе. Мы третий день подряд приходим на одну и ту же точку, так что если вам интересно, напротив вот этой Антошки есть замечательная шаурма. И все говорят, что здесь очень вкусно. Я лично шаурму не ем, ничего вам не могу сказать, но вот как бы тащатся, понимаешь. Минутка важных тем. Пожалуйста, какую-то грустную музыку накладываем. Новости погоды. Голодно, мазуха. Одевайте свитера, потому что на улице холодно, мазафака. Я сейчас скажу, одевайте свитера, чтобы не мерзли клитера. Сейчас идем от начала пляжа на Аркадии, решили пройти всю трассу здоровья. И у меня ужасно болят ноги от того, что ботинки просто супер тяжелые. Я хожу ною, и они меня терпят. Представляете, мы шли, наверное, часа два по вот этой вот Аркадии, по этой дороге здоровья, трассе. Это любой, мне кажется, любой человек, который приезжает в Одессу, должен пройти страдания и мучения на трассе здоровья. И я была там, по-моему, кусками. А вот сейчас, так, чтобы полностью пройти, ну, мы, короче, очень сильно устали. И сейчас нас занесло на городской праздник рынок еды. Праздник рынок. И здесь очень красиво. Мне кажется, гораздо красивее, чем у нас на всяких куражах, базарах. Хочется все посмотреть, все попробовать. Смотрите, какая жесть. Этого года назад очень сильно я хотела попасть в Тихий бар. Пришла под это место, когда оно только открылось. Посмотрела, увидела вывеску, но не поняла, как сюда зайти. И оказалось, что для того, чтобы зайти в Тихий бар, нужно пройти через одну кафешку. Тут даже вот у них на меню написано прямо над Купером. Только почему они это пишут в меню, а не на входе, мне непонятно. Но, в общем, на самом деле, очень классное атмосферное место. И тут есть пунш, который очень-очень вкусный и очень красивый. Мы решили обойти очень много заведений в Одессе, самых злачных. Сейчас мы находимся в Форт Вайн. Вместе вслуживающий персонал Одессы какой-то не очень. И Оля мне сказала, что... Что, да, что все такие пафосные, те работают... Самая классная работа в Одессе, это быть официантом и баристой. Вот так. Никогда об этом не задумывалась, если честно. И непонятно, почему им на Одессе так в Киви не так. Ничего не имею против официантов, но... Странно, как так получилось. Такой, ссыкать захотелось. Ты такой, ссыкаешь, а кто-то сверху... Валик, что ты там ссыкаешь? Выходи! Непрлап снятый, чуешь? Подполье и ссалют. Есть Кумбур. Оу, класс! Это центральная Африка. Я понял, я знаю. Первые водители из центральной Африки в моей жизни. Да? Это круто. Это интересно. Девочка-пай, в комбург. Оооо, это лето. Типа-пай. Ну, я не знаю. Нюня. Четыре. Оно. Нюня. Так, мы с ребятами уже в поезде, оказалось, что Богдан Сори тоже в этом же поезде будут ехать, просто в другом вагоне. Успели. Ура! Что хотите сказать, ребятки? Одесса, I love you. Привет, я уже в Киеве, и тут просто омерзительная погода, здесь дождь. У нас в Одессе ни разу, кстати, дождя не было, и мне так грустно от того, что я уехала, больше не увижу море пока что в ближайшее время. Короче, но не будем о грустном, я на самом деле очень довольна своей поездкой, тем, что я съездила в Одессу, так что я вам советую 2018 год проводить тоже ярко, путешествовать, не бояться вырваться в последний момент. Короче, спасибо, что посмотрели это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, люблю и целую, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok